В эфире Финамо Фирм 99.6, программа «Револьвер». Я ее ведущий Андрей Широков. Сегодня гость студии Межецкой Вероника Анатольевна, зам генерального директора Центра муниципальной экономики и права. И передачу мы сегодня посвятим такой теме, как экономика дома. Экономика многоквартирного дома. Ведь многие даже не представляют, что, живя в своей квартире, пользуясь лифтом, лечественной площадкой, всем тем, что дает комфортное проживание в доме, вокруг этого существует экономика. Мы как-то платим жилищно-коммунальные услуги, ругаемся, что они большие. Мы не задумываемся, что есть экономика. Есть экономика, причем, насколько мне известно, экономика должна быть по каждому дому самостоятельная. Есть у нас экономика? Хороший вопрос, Андрей Вячеславович. Давайте с этого начнем. Добрый вечер, уважаемые ходилослушатели. На мой взгляд, такая горячая, наверное, тема задана Андреем Вячеславовичем. Я лично считаю, что на сегодняшний день есть экономика, она есть, знаете, как понятие, наверное, больше, но реально экономики дома в большинстве, скажем так, субъектов Российской Федерации ее нет. Хотя плавный такой переход, наверное, к экономике дома идет. Он начался. Сразу могу сказать про город Москва, потому что, скажем так, если говорить про экономику дома, экономика дома и экономика дома в городе Москве, это вообще два совершенно разных понятия. Почему хочу начать с Москвы? Я так понимаю, все равно наши, наверное, основные слушатели – это москвичи. И не только. И не только, да. Ну вот для тех, кто и не только, сразу скажу, что не берите пример. И вообще не смотрите на то, что происходит сейчас в Москве. Ставка планово-нормативного расхода, который вот уже как два года не поднимают, и, кстати, ну это тоже большая иллюзия, она на сегодняшний день вообще не имеет никакой экономики, потому что любая цена на многоквартирный дом должна устанавливаться индивидуально. А на сегодняшний день цена устанавливается, знаете, как средняя температура по больнице. Поэтому, ну вот, заканчивая, наверное, да, такое длинное вступление в части экономики дома, я считаю, что к экономике дома мы пока не подошли, Андрей Штарч. То есть, Вероника, по-хорошему, каждый дом должен иметь свою экономику. Да, конечно. Каждый дом должен иметь свои доходы и расходы. Каждый дом должен понимать, в каких предельных цифрах или в минимальных цифрах он существует, я имею в виду финансовых, да, и что на эти финансы та самая управляющая организация или то самое ТСЖ или то самое непосредственное управление в течение года может сделать со своим домом. Согласна. Улучшить его, ухудшить его или оставить на том уровне, в котором он есть. Уважаемые радиослушатели, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495. Включайтесь в разговор, как бы мы дали старт теме экономика в многоквартирном доме. Из чего все-таки складывается экономика многоквартирного дома? Ну, вы знаете, вот прежде чем ответить на этот вопрос, я такой маленький экскурс, наверное, да, вот в наше законодательство, да, и вообще вот в нашу базу сумасшедшего количества нормативных документов. Абсолютно, знаете, вот так буквально на пальцах поясню. На сегодняшний день цена по содержанию ремонта многоквартирного дома, она даже не имеет федеральной методики. То есть считается, что на сегодняшний день цена за содержание ремонта жилищного фонда, да, вот как называется, ну или так, как более правильно, многоквартирного дома, она не подлежит государственному регулированию. То есть единственный документ, который регулирует эту цену, устанавливает правила игры, это жилищный кодекс, ну и соответствующие документы, которые идут в развитии жилищного кодекса. Это правила содержания общего имущества, собственно, базовый документ, и правила стандарта деятельности управления, которые вот были приняты только в прошлом году. Второй документ. А третий, самый последний документ, который вот до сих пор вызывает споры, и вообще он непонятен жителям, это минимальный перечень работ. Вот, наверное, знаете, так, база документов, да. А вот этот минимальный перечень работ, мы о нем как-то один раз в эфире говорили. Если посчитать минимальный перечень работ, сколько должно стоить обслуживание одного квадратного метра общего имущества? Если все это вот прикинуть, примерно, как говорится, взять среднее, посмотреть, какие затраты, чтобы его выполнить. Потому что минимальный перечень работ, как мы говорили в предыдущих передачах, это основа договорных отношений между управляющей организацией и собственниками многоквартирного дома. Ну, можно ее назвать основой договорных отношений. И, ну, начиная, да, отвечать на ваш вопрос, сколько стоит, да, вот этот минимальный перечень работ, могу сказать, что он стоит не меньше 30 рублей. Потому что, если честно, вот в эфире, боюсь даже называть цифры, которые получаются по России. Давайте примерно предположим, что это от 30 рублей за квадратный метр. То есть, собственники жилья, когда на собрании в конце года по представлению управляющей организации или на ТСЖ направление посчитало, предлагает, опять же, собственникам проголосовать, должны понимать, что если цифры меньше 30, то минимальный перечень, принятый правительством Российской Федерации для управляющих организаций, выполнить невозможно. Невозможно, абсолютно. Если выше, значит, вы получите какое-то превращение качества. Да, можно так вот загрубленно сказать, абсолютно. Давайте, Александра, послушаем на первой линии, а потом продолжим разговор. Александр, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот мы сейчас организовываем ТСЖ. Так. У нас дом сталинской постройки, несколько корпусов. Так. Соответственно, внутри большой двор. И, как бы, ну, во многих корпусах различные, ну, там, магазины всякие, вот такая вещь. Да, нежилые помещения, которые находятся. Нежилые помещения, которые, непонятно, то ли сдаются, то ли выкуплены. То ли в собственности, то ли в аренде. Да, а относится ли вот эта земля, наш двор, грубо говоря, и вот нежилые помещения, то есть мы имеем ли право, как бы мы ими владеть, и, соответственно, там, на них зарабатывать деньги. То есть имеем ли мы право от земли и нежилых помещений, хотел таким сленгом сказать, от нежилухи, да, иметь доходы для существования многоквартирного дома, для того, чтобы или стабилизировать стоимость содержания квадратного метра, или даже снизить их. Да, и есть ли какие-либо на это юридические документы? Попробуем ответить. И нежилые помещения, как я понимаю, это у вас, что вы сказали, магазины, да? Магазины, неважно, магазины парикмахерские, там неважно. Да, парикмахерские, там склад какой-то у нас, у нас большие подвалы, которые раньше были, бомбоубежища. Так, вернемся к понятию, дом сталинский. Давайте мы тогда разделим, да, вот, скажем так, нежилые помещения, ну, на две вот эти группы. Сразу хочу сказать, что вот эти все магазины, там, парикмахерские, да, это, я так думаю, но надо смотреть ваши правоустанавливающие документы, это нежилые помещения, которые уже имеют своего собственника и которые, ну, скажем так, вы не сможете никаким образом, которыми вы не сможете никаким образом владеть, да, это уже однозначно. Что касается подвалов, с подвалами надо смотреть, надо смотреть, входят ли они в общее имущество вашего многоквартирного дома. То есть технические они или нетехнические? Да, либо они выкуплены, если есть на это законные основания. То есть, если эти подвалы являются, ну, скажем так, техническими, да, хотя тоже понятие такое несколько размытое, судебная практика очень спорная, то, в принципе, вы этими подвалами можете владеть и в будущем сможете получать от этого доход, если общее собрание собственников примет такое решение. То есть вот ответ, наверное, на ваш вопрос. В общем, вам надо разбираться в право устанавливающих документов в части ваших подвалов. Вероника, здесь, наверное, еще надо добавить, что если земля межованная, да, то все, как говорится, действия землей, опять же, как с общим имуществом. Все верно. Если у вас есть кадастровый план земельного участка, то есть если уже земельный участок принадлежит вашему дому, да, то, соответственно, это, конечно, ваше общее имущество, и этим земельным участком абсолютно нормально вы сможете управлять, да, вот так назовем. Но при одном таком, мы же тему подняли экономика, да, да, если этот земельный участок принадлежит вам, то и, соответственно, содержать тоже его будет необходимо, то есть это будут дополнительные деньги, дополнительные расходы. С содержанием общего имущества квартирного дома. Здесь надо нам, наверное, говорить, что все-таки экономика дома начинается с той самой жировочки или того самого единого платежного документа, который ежемесячно получают собственники в своих почтовых ящиках или каким-то другим способом. И там я вопрос хочу вам задать, чтобы мы начали рассуждать, и чтобы наши слушатели понимали четко все эти процессы. И там как бы в этой вот жировочке, в этом едином платежном документе есть два направления. Одно направление это коммунальное, второе направление это содержание общего имущества, чисто жилищное направление, да. Значит, чаще всего мы знаем, что соотношение будет где-то 60 к 40, 60% в этой жировочке это надо оплачить жилищно-коммунальные услуги, где-то процентов 30-40, это то, что за жилищные услуги. Ну да, сейчас даже может быть и 30. Даже 30, да. Значит, мы с вами берем, что вот именно жилищные услуги, это та составляющая экономическая, которая потом начинает оперировать управляющая организация, работая с домом многоквартирным по его содержанию. Правильно? Да, абсолютно верно. И то есть надо понимать, что экономика начинается с того, что мы всегда с вами вовремя приходим и оплачиваем жилищно-коммунальные услуги в доме. Ну вот я согласна полностью, что может с этого начинаться экономика дома, но я бы немножко перевернула и сказала бы, что все-таки экономика дома начинается для собственника, да, с заключения договора управления, в котором он увидит уже, за что он реально платит. Потому что, если честно, да, вот тот платежный документ, ну или там жировка, которую нам приносят, к сожалению, он вообще абсолютно на сегодняшний день ничего не раскрывает. То есть общей строкой платы за содержание и ремонт, и все, да, один единственный показатель, относящийся к содержанию нашего общего имущества. А ведь по-хорошему мы с вами можем расшифровать это, да? И это должно быть в договоре, должно быть расшифровано. А, скажем так, обязательно это должно быть расшифровано в договоре. Более того, вот на сегодняшний день я вам назвала, да, вот базовые документы, вот 416-е постановление правительства, да, которое было принято в прошлом году, оно установило, что управляющая компания в обязательном порядке обязана предложить собственнику перечень работ. И этот перечень работ должен содержать обязательно по каждой работе, стоимость этой работы, состав этой работы. и поэтому это вот приложение обязательное к договору управления, это вот та база, да, которая как раз и содержит в себе экономику. То есть на основании уже этого перечня работ, объемов работ, ну, в части текущего ремонта, идут все просчеты, периодичности, да, в части содержания идут все просчеты. То есть вот, наверное, ну, начало экономики дома, все-таки договор управления. А платежный документ, к сожалению, пока не отражает на сегодняшний день вообще необходимой информации для собственника. Хотя, вы знаете, очень неплохой документ был принят в свое время Минрегионам, это 454-й приказ Минрегиона, который, к сожалению, является на сегодняшний день рекомендательным документом, и он как раз и говорит, что платежный документ он должен, ну, серьезно раскрывать для собственника базовую информацию. Вот, ну, пока его не используют практически нигде. Вот Московская область сейчас переходит активно к новому платежному документу. В Москве сейчас, ну, ничего такого не происходит, ну, в других субъектах тоже, значит, платежные документы такие скрытые, да, поэтому надо все-таки начинать с требования, заключать договор управления, в котором уже будет вся вот эта экономика раскрыта. На канале Финам.ФМ, 99.6, программа «Револьвер». Тема у нас сегодня «Экономика нашего дома» или просто «Экономика многоквартирного дома». В разговоре участвует Межецкая Вероника Анатольевна, замгенерального директора Центра муниципальной экономики и права, и ее ведущий Андрей Широков. У нас на линии Алексей, на второй Алексей. Слушаем вас. Ваш вопрос. Да, Андрей, Вероника, вечер добрый. Вечер добрый. Я извиняюсь, может, немножко за многословие, которое сейчас последует. Вот, но вот хочу как бы более подробно осветить ситуацию, которая сложилась. Практически пример, если хотите. Я являюсь жителем Подмосковья, так называемого ближнего пояса, поселок Пироговский. Это Матичинский район непосредственно. У нас сложилась очень интересная ситуация в поселке. Очень много новостроек от единого и, по сути дела, единственного застройщика, который работает на этой площадке. И когда мы приобретали квартиры, ну, я имею в виду нас, как бы, жители, да, поселка, которые решили провести там квартиры, мы сталкивались все примерно с одной и той же интересной ситуацией. Первое, то, что в покупке квартиры одно из обязательных условий, ну, в принципе, условий договора с застройщиком, было указано, что мы приведены срока. Алло, алло, Алексей, мы вас не слышим. Алексей, вы ушли у нас, волна ушла. Попробуйте к нам перезвонить еще раз, а мы пока продолжим разговор. Мы поняли, что с вами есть некий поселок, в нем многоквартирные дома. Застройщик, видимо, выставлял какие-то условия при заключении договора, наверное, по оплате жилищно-коммунальных услуг. И, наверное, в части содержания общего имущества. Но я думаю, что Алексей попробует до нас еще раз дозвониться, и мы с ним поговорим. Когда мы говорим с вами об экономике дома, должны понимать, что дом многоквартирный может зарабатывать не только на жилищных коммунальных платежах. Еще существует много возможностей многоквартирному дому зарабатывать. Какие возможности у нас с вами есть по жилищному законодательству? Я хочу сразу несколько вот этих иллюзий разбить, что существует возможность дополнительного зарабатывания. Они существуют, но только, к сожалению, в тех домах, где есть вот это вот общее имущество, от которого можно получать доход. Это, наверное, единственный вариант, пока на сегодняшний день, в соответствии с которым какой-то ТСЖ может зарабатывать на доме. Но может не только ТСЖ зарабатывать. Ведь я так думаю, что зарабатывать на доме может и управляющая организация для дома. Может, да. Если собственники ей поручат. Примут соответствующие решения. Примут соответствующие решения на общем собрании. Давайте примеры приведем с вами. Реклама. Ну, реклама, да. Это возможно. Если это не противоречит правилам, установленным в соответствующем муниципалитете или в соответствующем субъекте Российской Федерации, такие как Москва и Санкт-Петербург, то понятно, что доходы от рекламы должны идти в счет конкретного дома. Да. Правильно? Это возможно. Помещения, о которых мы с вами говорили. Ну, да. И использование помещений. Земля, которая тоже может идти. Да. Если она есть. То есть, если есть некие элементы. Лишние. Да. Общее имущество. Общее имущество. И оно еще является именно общим имуществом. Да. А не так, как мы с вами уже обсуждали, что есть дом, в нем есть довольно много нежилых помещений. Но они являются муниципальной собственностью. Ну, не только муниципальной. Почему? Да. Они могут иметь других каких-то собственников. Да. Да. Согласна. И тот с ними работает сам. Но вместе с тем и в этом случае управляющая организация и ТСЖ с этим собственником, с этим арендатором тоже может иметь отношение. Потому что через управляющую организацию могут идти в этом случае коммунальные платежи. Ну, да. Конечно. Она может обязывать собственника, так как он участник общего дома, какие-то платежи делать на содержание общего имущества. Правильно? Правильно. Это же тоже все попадает в экономику на квартирном доме. Алексей, вторая линия. Мы вас слушаем. Вы включились. Можем мы вас дослушать? Ваш пример. Ваш вопрос. Ало, извините. Нам Кадя ехала. Да, да. Мы так и поняли, что волна ушла. Да, продолжаем. Вы, наверное, сейчас стоите в пробке и едете в Мытищинский район Подмосковья, да? Совершенно верно. Я еду в Мытищинский, но внешняя сторона едет хорошо, так что более-менее. Более-менее, да. Но сейчас вы попадете туда дальше, там тоже будет, наверное, все стоять. Потому что Мытищинский район, так это, к слову, будет сказать, так плохо застроен, что, по-моему, там площади больше, чем места на дорогах, чтобы проехать. Не говорите. Это жуткая ошибка Подмосковья. И Москвы в том числе. Да, слушаю вас. Да, так, смотрите. В общем, я не очень ориентируюсь, на каком моменте у меня оторвалась связь. Я вам подскажу. Купили квартиру и заключили договор. Купили квартир требует заключить договор в тенденном сроке с конкретной абсолютно управляющей компанией. Шаг влево, шаг в право, недопустим. Часть покупателей квартир договор заключают, часть, как я, нет. И указывая на гражданский коллег, что это называется запретение к услуге. Я не помню статью точно, не юрист, но есть такой прецедент. Отсылаемость, скажем так, в лес. В второй момент, приходится применение счета на жировки, на услуги, на обслуживание дома, заводу, засвет и так далее. Люди, как правило, оплачивают. Процент, который идет по одной стороне управления и текущий ремонт обслуживания дома, превышает, я боюсь, наверное, даже 50% эта строка. И вот, могу привести пример, я там с 85 метров плачу практически 100 долларов, наверное, где так получается. Вот, соответственно, половина людей есть вопрос. Можем ли мы не оплачивать счета, если не являемся лицами, подписавшими договор на обслуживание, раз. Второй момент, никаких собраний жильцов не проводилось, на которых обсуждали тарифы, на которых обсуждалась управляющая компания. Ничего подобного не было, хотя управляющая компания в переговорах, которые пытаемся с ней вести, указывает, что на основании неких опросов, неких собраний были утверждены кандидатуры, тарифы и все остальное. Ничего подобного не было. И третий момент, вот просто банально примеры, то есть соседние жилые, соседние поселения, городские в том числе, то есть Мутища, Королев и так далее. Просто люди в разы меньше платят за жилье аналогичных размеров. Алексей, давайте все-таки сокращаться, потому что рефир у нас не резиновый. Мы ваш вопрос поняли. Слушайте ответ, пожалуйста. Ну вот смотрите, значит, первый вопрос, да, что застройщик вас понуждает заключить договор управления с той управляющей компанией, ну, видимо, с аффилированным каким-то лицом этому застройщику. Значит, ситуация очень была распространенная до прошлого года, пока не приняли изменения в жилищный кодекс, и сейчас, ну, в общем, такой нормы уже в жилищном кодексе нет, да. Норма сейчас следующая. Сейчас в определенный срок орган местного самоуправления, там 30 дней дается, обязан провести открытый конкурс по данному многоквартирному дому. Но до момента, пока этот конкурс не проведен, пока не будет заключен договор с управляющей компанией, которая выиграла этот конкурс, значит, в этот момент, скажем так, застройщик имеет право сам оказывать услуги, да, но здесь никакой договор управления не заключается с этим застройщиком. То есть здесь, в данном случае, вы застройщику оплачиваете это все до момента, пока уже у вас не будет выбрана управляющая компания, и уже с этой управляющей компанией, которая будет выбрана, вы уже тогда заключаете договор управления. Значит, вы спрашиваете, если не подписан такой договор, да, можете ли вы не платить. Вы знаете, и других радиослушателей хотела, так сказать, от этого опасного шага предостеречь. Очень путь такой сложный, тем более, если вы ездите за границу, да, сейчас служба судебных приставов очень здорово работает, сейчас есть упрощенный порядок, и тем более в Москве он действует. Я могу сказать, что я сама с этим столкнулась. Я попыталась в прошлом году со своей управляющей компанией активно поработать, попросить их пересчитать мне коммунальные услуги, да, и не платила пару месяцев. Сделала такой эксперимент управляющая компания, подает заявление мировому судье, и мировой судья выносит приказ, если его собственник не оспаривает, то этот приказ, скажем так, очень быстро вступает в силу, 10 дней дается на оспаривание этого приказа, и, ну, скажем так, уже существуют прецеденты, да, когда на таможне, значит, арестовывают людей за то, только за то, что он не имеет информации. Да, ну да, я уж так громко, конечно, называю, но... Не арестовывают, а просто не дают возможность воспользоваться тем туристическим туром, который вы купили. Идти здесь надо с другого конца. Нужно, может быть, самому инициировать вот оспаривание того договора управления, который дает застройщик, и, ну, все-таки платя, да, уже оспаривать вот эту плату. Вероника, давайте я такую черту небольшую подведу, быстренько под этим вопросом, который был. Значит, новый дом, через месяц у нас или публичная власть, или сами собственники должны организоваться и провести собрание, и выбрать управляющую организацию. Вряд ли это возможно. Ну, чаще всего публичная власть, потому что дом еще не организовался, там нет еще полного объема собственников, поэтому собственники здесь пока не могут воспользоваться этим. Вот, и, конечно, управляющая организация, она представляет, первое время, если собственники не утверждают у нас с вами, сколько будет стоить содержание одного квадратного метра общего имущественного квартирного дома, то в этом случае, если я не прав, меня поправьте, должны пользоваться расценками муниципалитета. Да. Расценками муниципалитета, то есть мытищинского муниципалитета, который был принят для квартир социального найма. Ну, не для квартир социального найма, а для собственников, которые не определились в стоимости содержания квадратного метра многоквартирного дома. Так что, вот это четко. И очень много, я знаю, в стране сегодня задается вопрос, почему именно у нас появляется стоимость квадратного метра, если мы на собрании не голосовали. И цифра может быть очень большая. Всегда помните, если на собрании вы не голосовали цифру выше, чем муниципальная цифра, то это некие действия управляющей организации. Потому что в этом случае она должна ставить стоимость содержания общего имущества одного квадратного метра, расценки, утвержденные муниципалитетом. Мы сейчас, видимо, с вами уйдем на рекламу и после этого по первой линии мы поговорим с Александром. 99,6. Телефон в студии 651099,6. Код Москвы 495. Звоните, постараемся ответить, побеседовать с вами, порассуждать на тему сегодняшней передачи «Экономика дома», «Экономика дома», в котором мы живем. В студии ведущий Андрей Широков и гость нашей передачи Вероника Межецкая, заместитель генерального директора Центра муниципальной экономики и права. У нас на линии Александр. Слушаем вас. Ваш вопрос, ваши рассуждения. Пожалуйста, добрый вечер. Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо за актуальную тему обсуждения. И, если позволите, вопрос следующего содержания. Речь идет о доме, который находится в Московской области Латкарина. Особенность дома в том, что в подземных коммуникациях дома расположен гараж, в котором жители дома содержат свои автомобили. Машины места в массе своей являются выкупленными, но идет постоянная разборка с людьми, которые управляют домом. И собственники выражают крайнее неудовольствие, потому что люди, которые управляют домом, они в основе своей жителей этого же дома ходят вот в этот подвал. Туда входят всевозможные слесаря. Машины достаточно дорогие. И вот люди не могут никак понять, на основании чего, собственно говоря, гараж является открытым для вот этих слесарей. И как надо порешать эту ситуацию, чтобы обе стороны остались взаимно удовлетворены. Видите, какой конкретный вопрос, Вероника. Дом. В доме есть подземные площади, в которых расположен гараж. И уже общее имущество вот этого гаража, оно уже немножечко по-другому относится и к собственникам дома. Потому что они все же пользуются в данном случае гаражом. И как здесь экономику выстраивать, и как ходить, не ходить. Большой вопрос, является ли это подземная автостоянка, в данном случае гараж ее можно называть, является ли она общим имуществом. Как правило, по практике, по нашей, и мы кучу таких работ уже сделали, подземная автостоянка не является общим имуществом дома. Поэтому те собственники... Вероника, здесь просто люди, которые... Ну, вы понимаете, что люди, которые пользуются этим паркингом, у них немножко иной статус по сравнению с жильцами. Поэтому их, естественно, меньше и остальных членов дома больше. Но суть не в этом. Что говорят люди, обслуживающие дом? Они говорят, что в гараже расположены коммуникации дома. Понятно. Конечно, это само собой. Да, частично расположены. Их нужно содержать, их нужно эксплуатировать, обслуживать. Их мало того, что надо содержать, их надо обслуживать. И в основе своей эти коммуникации иногда проходят на машинах, над машинами, местами вот этих собственников. Машины достаточно дорогие. И люди говорят, что вы ваши трубочки... Ну, машины застрахованы, возникают коллизии, что предъявляют иски относительно того, что трубки иногда текут. И собственники говорят, что вы ваши трубы, ну, пустите либо по главной магистрали, либо каким-то образом платите нам деньги за то, что вы их ходите. Ну, да, и вот... Их статус и все прочее, ну, они должны, значит, отдавать себе отчет, да, что они, подземный гараж, эти машины-места имеют в многоквартирном доме, у которого есть коммуникация, у которого есть инженерная инфраструктура, и ничего с этим не поделаешь. Я вам просто другую ситуацию приведу, да. Есть многоквартирные дома, где транзитная сеть проходит через несколько многоквартирных домов, да. И такая ситуация, ну, во многих регионах есть, с этим ничего не поделаешь. Я считаю, что здесь нету никакого основания для того, чтобы этим товарищам выплачивались там какие-то деньги, да, здесь, ну, вот такая ситуация. Не, ну, в данном случае, если это выведено... Правовая абсолютно нормально. А за перечень общего имущества многоквартирного дома у нас по жилищному кодексу Российской Федерации голосуют собственники многоквартирного дома, утверждая этот список, да. Значит, если это выведено, понятно, что система подпадает все равно под эксплуатационные расходы. Да, это тоже экономика, это экономика уже данного подземного пространства, который под домом. И понятно, что каждый собственник машиноместа или арендатор машиноместа, он должен ежемесячно нести некие расходы по содержанию общего вот этого имущества уже подземного пространства. Да, конечно, там уборка ведется, там уборка, там содержание вот этих вот труб, лотки, там канализационные трубы проходят, там стоки и так далее, и так далее, и так далее. То есть экономика здесь самостоятельная. И понятно, что люди, которые эксплуатируют общее долевое имущество дома в целом, они должны иметь доступ туда. Обязательно. А вот взаимоотношения между владельцами гаража и управляющей организацией, которая взялась гаражом управлять, и владельцами дома и управляющей организацией, которая взялась управлять домом, по хорошему пожилищному кодексу, это должна быть одна организация, потому что это единый как бы дом. Но это, скорее всего, и будет одна организация. Между ними должны быть заключены какие-то соглашения, отношения и вот эти финансовые перетоки на содержание. Это и есть экономика дома. То есть люди, которые пользуются общим имуществом дома и общим имуществом дома плюс подземного горожания, должны понимать, что затраты нести надо, должны быть нормальные отношения и понятно, что доступ к этим территориям должен быть. И мы на сегодняшний день должны понимать, что, наверное, экономика дома, как мы с вами в начале передачи сказали, складывается из платы за жилищные коммунальные платежи, за ЖИК, за коммуналку и за жилищную часть, за содержание общего имущества. Вот давайте с вами, за содержание общего имущества кто влияет на эту цифру, стоимость в конечном счете, сколько стоит обслуживание одного квадратного метра? Ну, разумеется, на нее влияет собственник многоквартирного дома. Ну и плюс те факторы, где этот многоквартирный дом расположен, какие у него конструктивные особенности, какое у него инженерное оборудование, есть ли у него земельный участок. Мы тогда вот сегодня правильный вопрос задавали. То есть, если у дома есть земельный участок, значит, плата будет больше. Если у дома нет земельного участка, соответственно, плата будет меньше. Ну и так далее. Различные климатические факторы. То есть, вот этот весь перечень факторов, это вот все влияет на плату. А на коммунальную часть кто влияет? Значит, все тарифы, на основании которых устанавливается плата за коммунальные услуги, они у нас на сегодняшний день являются государственно регулируемыми. И на них уже собственник повлиять не может, потому что тарифы утверждаются регулятором, органом регулирования. И, скажем так, собственник можно повлиять на единственную составляющую платы за коммунальные услуги – это объем. Но только в том случае, если установлены приборы учета. То есть, если есть индивидуальные приборы учета и если есть общедомовой прибор учета. Значит, здесь есть одна тонкость. Понятно, что по индивидуальным приборам учета собственник на это влияет. Но вот то, что касается общедомовых приборов учета, здесь, к сожалению, степень влияния собственника очень небольшая. Особенно, если в доме нет ТСЖ. Здесь уже никак контроль практически невозможно осуществить. Вот тот институт, который сейчас сделали, Институт Совета Многоквартирных Домов. Ну, в общем, правильный такой посыл, но, к сожалению, пока они такие полубеспомощные. Вот в части контроль над управляющей компанией здесь все очень сложно. То есть здесь надо четко собственникам понимать, что на тариф вы влиять не можете. На тариф влияние нулевое. Это государственное влияние. У нас государство утверждает в своих региональных энергетических комиссиях стоимость одного куба холодной воды, горячей, там и других-других показателей, связанных с отоплением. А вот на объемы мы с вами в доме влияем. Следовательно, мы с вами можем влиять на платеж. Да, конечно. Потому что сегодня собственник в доме должен не тариф интересовать в первую очередь, а тот платеж, который появляется в единоплатежном документе. Вот на платеж, на объемную часть мы можем влиять. А в конечном счете, что такое платеж? Это объем, умноженный на тариф. И поэтому сегодня многие разговоры о нагрузках по оплате за коммунальные услуги в доме, все, что происходит в доме, и то, что это очень дорого, надо понимать. Собственники, а мы сами можем влиять на свой платеж. Меньшими объемами, более качественной эксплуатацией дома. Установка индивидуальных приборов учета. Я даже могу свой пример привести. У меня семья, три человека прописана. И мы платили, трехкомнатные квартиры, платили 3,5 тысячи рублей в месяц. У нас после того, как мы установили приборы учета, у нас плата снизилась примерно на 1300 рублей в месяц. Можете себе представить. То есть это очень такая приличная вещь. Я могу сказать, что я установил у себя приборы учета в доме, и всех призываю этим делать, точнее в квартиры. В своей, да, в доме, это неправильно, надо говорить, в доме, общедомовой прибор учета на входе. В квартире, индивидуальный прибор учета. В квартире, индивидуальный прибор учета. И могу сказать, что мне в единое платежном документе писали 40 кубов на двоих. Хотя там прописаны 4 человека, но модель была по нормативу. Ну, потому что были завышенные нормативы. Завышенные нормативы, да, 40. А когда я поставил приборы учета, оказалось, что мы потребляем всего-всего-навсего 5 кубов. Холодной и горячей воды вместе. Видите, во сколько раз меньше мы потребляем, и как быстро сегодня окупятся те приборы учета, которые я поставил у себя в квартире. У нас, Сергей, вторая линия на проводе. Добрый вечер. Только если можно, быстро задавайте вопрос, потому что времени все меньше и меньше. Да, добрый вечер. Вопрос. Вот Алексей задавал вопрос вам по поводу мытищ. У нас ситуация идентичная. То есть новый дом, мы еще не собственники, не получили свидетельство. А строительная компания, соответственно, нам сдает, мы принимаем у нее квартиру, и нам они навязывают управляющей компании подписывать договор. Мы договор не заключили с ними, но они нам уже счета выставляют. Это вправе или не вправе? Ну, счета вы подписали акт приема-передачи? Приемные у строителей, да, подписали. А, вы подписали акт приема-передачи. Ну, с этого момента вы платить обязаны, да, то есть от платы вас никто не освобождал. Вопрос в самом размере платы, да, то есть сколько вы должны платить? Ну, там должна быть муниципальная расценка в данном случае. То есть если они вам, понимаете, платить вы обязаны по-любому. Но договор-то мы не заключили ведь, на основании чего, они выставляют счет. На основании первого платежа они выставляют счет, так, по-моему, у нас прописано в законодательстве. У нас нет, мы ни одного платежа не делали. Вы знаете, я вам могу сказать, что я тоже вот на сегодняшний день со своей управляющей компанией не заключила договор, да, и уже вот год с ними борюсь, пытаюсь заключить этот договор, но платить я обязана. Да. Да, и более того, даже вот по гражданско-процессуальному кодексу, да, вот мировые судьи, ну, по крайней мере, в городе Москвы, они вообще считают жилищно-коммунальные услуги обязательными платежами. И на этом основании выносят судебные приказы. И процедура, знаете, мол, нееносная. Знаете, вам такой чисто житейский совет. Нет, платите и как можно быстрее организовываетесь. Ну, и, наверное, надо разбираться с этим, понимаете, вот за что вы платите, то есть вам надо посмотреть, во-первых, что вы платите, по каким расценкам, по каким ценам, да, и здесь уже, если вы неправомочно что-то проплатили, вы потом всегда это можете оспорить. Ну, вот, я считаю, что лучше идти по этому пути, то есть платить, но если что-то неправомерно, значит, оспаривать. А то поедете кататься на горных лыжах, а вас не выпустят за границу. Ну, в общем, лучше не рисковать, конечно. Попробуйте, организоваться, выбрать управляющую организацию или принять ту управляющую организацию, которую по конкурсу примет, выберет ту публичную власть. Я говорю, я об этом и говорю, что пока они не организовались как собственники, они принимают то, что им дает публичная власть. И уже здесь, на договорной основе, они начинают работать и платить так, как нужно платить. У нас времени все меньше и меньше. В эфире была программа «Револьвер» 99,6, ее ведущие Андрей Широков и Вероника Межецкая.